Приветствую вас, аноним. Я локаю, что вы аноним, а не подписались под именем своим именем. Было бы здорово, если бы вы это сделали. Я прочитал ваш текст, ваш вопрос. Он такой очень небольшой ваш вопрос. Вы спрашиваете о том, как полюбить себя и свое одиночество. И дальше вы пишите про то, что сразу скажу, что у меня замечательная работа, ребенок, я люблю развиваться, читать, успешно в работе. С финансами проблем нет, но все равно аноним не плохо. Ну, интересно, что говорите вы вообще о разных совершенно вещах. Вот, то есть вы говорите об одиночестве, как о неком чувствовании, как о неком ощущении себя. Вот, но при этом, при этом, вы почему-то вот приводите в пример свою работу, почему-то. Да? То есть, то есть, вот вы говорите о работе, своей работе, вы говорите, хотя работа здесь ни при чем. Тоже. А, причем только, скорее, вот, знаете, то, как вы себя воспринимаете, причем, то, как вы к себе относитесь, вот это причем. Понимаете? И что вы в себе не принимаете, а вы в себе совершенно очевидно что-то не принимаете, иначе бы вам одно не было бы плохо. Знаете? В чем, в чем штука. Вот. Поэтому, дело здесь не в работе и не в том, что у вас все хорошо во внешней стихии, а дело здесь в том, как вы относитесь к себе. Как вы относитесь к себе, что вы думаете о себе, как вы воспринимаете себя и прочее. Ну, это вот очень важно, а не внешние какие-то факторы. Соответственно, ну, очевидно, да, что, если вам не с собой плохо, значит, есть какой-то внутренний конфликт у вас. И, соответственно, именно с ним, с внутренним конфликтом и нужно работать. Найди его и помочь вам его разрешить. Адекватно, то есть, что значит адекватно? Адекватно, это значит соразмерность ситуации. То есть, вот, насколько ситуация, в которой вы оказываете адекватно, настолько вот вам можно и нужно помочь ситуацию разрешить. Ну, вот. Мне это видится, вот, примерно, в таком конце, в таком ключе, примерно, мне это все видится. Вот. Я так эту ситуацию вижу, по крайней мере. Из чего возникает, как правило, конфликт. Почему возникает конфликт, как правило? Ну, как правило, конфликт возникает из-за противоречия внутреннего и внешнего. Конфликт возникает из-за путаницы в восприятии внутреннего и внешнего. То есть, возникает именно такая путаница, что человек не очень хорошо понимает, что он хочет, не очень хорошо понимает свои желания. Вот. И, соответственно, возникает неприятные ощущения. Вот. Примерно, такая история. Ну, еще бывает история, когда человек, человек, себя, принуждает о сверх меры, о, принуждает себя к чему-то, о, чего делать он не хочет. Такое, в принципе, тоже бывало. Хотя и это легче немного. Скажем так, ну, распознать это легче. Вот. Вот. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Понимаете, ваш вопрос, он достаточно общий. И вы совершенно спокойно можете его задать, просто убив поисковик. И вам, вам отсюда придут какие-то ответы. Вот. Но, если вы хотите все-таки такого вот непосредственного, непосредственно персонального разбора вашей ситуации, да, то, мне кажется, что имеет смысл более подробно изучить и более подробно поисследовать то, что с вами происходит. Вот. Понимаете, у меня возникло ощущение, что вы как будто перечислили те условия свои, согласно которым вы должны быть счастливы, ну, согласно которым у вас все должно быть хорошо. Вот. Ну, мне кажется, что это, как минимум, как минимум ошибка, потому что условий для того, чтобы чувствовать себя хорошо, нет. И если вы чувствуете себя не очень хорошо, то, я говорю, там нужно сбалансить. А то, что вы перечисляете, это вот, ну, такое своего рода, своего рода рационализация, да, то есть, попытка убежать. Вот. Вот. У меня есть той, 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 почему я себя по-преднему чувствую не очень хорошо. Вот. Я вас прекрасно понимаю, прекрасно вас понимаю, но разбираться, разбираться нужно, нужно разбираться. Вот. Полюбить себя, значит принять себя полностью, безусловно. Полюбить одиночество, ну, это, вы знаете, это такой, мне кажется, как бы так сказать, это уловка. Потому что, особенность полюбить одиночество, да, одиночество это определённое состояние, в котором может находиться человек. И естественно ему это состояние может нравиться, а может не нравиться. И состояние одиночества, а, человеку может не нравиться, а, тогда, а, когда он, ну, не может, не может, а, себя занять. А, а, чем там, понимаете. Вот. То есть тут вот очень важно разобрать то, почему вам плохо, почему вам плохо в одиночестве. То есть у вас есть ожидание, что вы, например, не должны быть, а, ну, не должны быть, а, а, одна, или как. То есть вот, в чем здесь, а, проблема, в чем здесь, а, суд. Вот. Вот. Я думаю, если подробнее по этому пройдите, то будет понятно. Вот. Ну, пока вы можете собирать вопрос, а, значит, что для меня плохого в одиночестве? Что для меня плохого в одиночестве? А, пока, пока вы можете задать себе такой вопрос. И, постараться не ответить. Вы можете задать себе вопрос, что я себе не принимаю. Вот. Вы можете задать себе вопрос, а, как у меня, а, например, а, в, допустим, допустим, формируется, эм, вот моё состояние, да, состояние, что мне плохо, как оно формируется, из чего оно образовывается, условно говоря. Вот. А вы можете себе такой вопрос, в принципе, задать. Я думаю, что это будет в той или иной степени вам полезно, что это будет в той или иной степени вам, а, как-то, как-то, важно для, ну, для какого-то понимания, понимания себя. Вот. Пока-то я вижу немножко такую вот, эм, искажённую, если угодно, эм, эм, систему ценностей, вашу, которая, все немного в социально, внешне, в плече, работают, но невычитывает, эм, эм, не учитывает некие. Персональные, если угодно, особенности, индивидуальные, если угодно, особенности наших, вот, и можно только спросить у вас, почему это не учитывается, как это стало возможным, не учитывать такие вещи. То есть, вы считаете их, может быть, неважными, вы считаете, что к этому не нужно обращаться, или, может быть, что-то ещё, вот, мне кажется, так. Ну, на этом, в принципе, всё. Я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Извините, если ответ показался слишком общим, но у вас общий достаточно и вопрос тоже, поэтому тут ничего не поделать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. видео. Я вам желаю всего самого доброго. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена самым лучшим образом, и вы найдёте выход из ситуации. Спасибо.